Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белошева. Уничтожить монополиста. Нафтогаз могут разделить на несколько независимых компаний. Подешевеет ли газ? Замороженный семестр. Львовских студентов распускают по домам до марта. Почему отопление дороже учебы? Кабмин в осаде трассы перекрыты. Силовики-пенсионеры устроили протесты по всей стране. Чего они требуют? Коммунальная халатность. В Украине массово пропадают каллизационные люки. Сколько людей должны погибнуть, чтобы колодцы накрыли? Молчание Убера. Почему всемирный сервис такси утаил взлом своей базы и за что он платил хакерам? Взять и поделить. Неудавшуюся реформу нафтогаза нужно спасать. Решили в Кабмине и посвятили сегодняшнее заседание газовому монополисту. Рынок необходимо менять, заявил премьер Гройсман. И вот теперь правительство намерено разделить функции газовой компании. К чему это приведет? Подробности в материале. Реформа нафтогаза оказалась провальной. Компания до сих пор остается монополистом и диктует украинцам цены на голубое топливо, уверен Владимир Гройсман. Сегодня на заседании правительства он обрушил шквал критики на топ-менеджеров компании, обвинив их в неэффективной работе. У нас в Украине есть монстр в виде монополиста НАК «Нафтогаз» Украины. И поэтому, в принципе, в 2014 году начали реформу нафтогаза, но прогрессу на сегодняшний день нет. Разделение функций оператора ГТС, разделение функций добивания газа, разделение функций продажи газа. Напомним, руководство «Нафтогаза» уже неоднократно обвиняли в чрезмерных тратах. В то время как 7 миллионов украинских семей претендуют на субсидии, в том числе из-за подорожания газа, топ-менеджеры НАКО стремительно повышают себе зарплаты. Только в прошлом году в 13 раз. Глава компании Андрей Коболев в 2016-м зарабатывал по 2 миллиона гривен ежемесячно. А сегодня выяснилось, что руководство НАКО начислило себе солидные премии еще и за участие в незавершенном судебном процессе против «Газпрома» в Стокгольме. По данным журналистов, 8 топ-менеджеров получили выплату в размере годовой зарплаты. А глава НАКО Андрей Коболев заработал более 20 миллионов гривен. За что наградили менеджмент, остается загадкой. Руководителей госмонополиста обвиняли также и в закупке автокласса «Люкс» для автопарка компании. В сентябре на это потратили 40 миллионов гривен. Среди новых машин оказались элитные американские внедорожники, в том числе один бронированный. Пока в НАКО хвалятся миллиардными прибылями за счет украинцев, у которых нет выбора, у кого покупать топливо, «Нафтогаз» стремительно теряет доверие промышленности. По словам Владимира Гройсмана, сейчас у НАКО топливо покупают лишь 7% производителей. Наше завдание, яке? Демонополизировать рынок газа в стране, разъединять компанию за найвищими европейскими стандартами управления, належного корпоративного управления, забезпечить незалежность компании одной от одной, чтобы масштабно добывать газ, покупать газ и продавать, и забезпечить ровный доступ десятков, наголошу, десятков продавцов газа в стране. Что это означает? Демонополизация равна уменьшенную цену газа в стране. По мнению экспертов, цена газа для украинцев завышена как минимум на треть. Уже сегодня Кабмин назначил 6 новых членов наблюдательного совета компании, которые должны заняться реформой компании. А вот менеджментом НАКО могут заняться силовики. Известно, что СБУ открыла сразу несколько уголовных дел против руководства компании. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Учебы не будет, отопление кончилось. То есть у львовских студентов вынуждены каникулы. Обогревать аудитории вузом больше не по карману. До весны учиться предлагают дома. В Министерстве образования утверждают, что это нормальная европейская практика. Вот только преподаватели и студенты с таким толкованием евроинтеграции не согласны. Все подробности в материале. Национальный политехнический университет Леова здесь получает высшее образование около 36 тысяч студентов. Архитекторы, инженеры, геодезисты. Но совсем скоро все они могут отправиться домой. Все из-за подорожания газа. В этом году в УЗУ придется заплатить на 37 миллионов гривен больше, чем в прошлом. Сумма нереальная. Поэтому в университете решили из 30 корпусов оставить только 3. Убрали там, где можно перемкнуть и обогревать на нормальный режим. Там будут заниматься заседания, кафедры, приемы испытов. Ну, вся организационная работа, которая должна в университете функционировать. Студентов распустят по домам, но учебный процесс не остановят. Тарас Чайкевский ведет один из своих курсов дистанционно уже 8 лет. Говорит, для этого есть специальная программа, которую можно установить на компьютере или телефоне. Задания студенты получают в электронном виде. С преподавателем общаются по почте или в чате. Коллегам рекомендует брать пример. Студентам это очень нравится, потому что им не нужно друковать. Их отправил в виде файла. Я подавился на тот файл, поставил за ту оценку. Есть зауважения, есть комментарии. Но осваивать компьютерные системы хотят не все преподаватели. Натюрморт ставится, например, из гипсовых форм, гипсовой головы. И его нужно передать черно-белым. Одним оливцем. То есть сделать это на компьютере? Нет, это на компьютере не делается. Это так делается вручную. Сами студенты к вынужденным каникулам относятся скорее негативно. В том, что студенты не будут все время сидеть в аудиториях, в Министерстве образования беды не видят. Мы работаем в условиях болонского процесса, который требует того, чтобы студенты очень большой объект работы выполнили самостоятельно. Например, 12 корпусов на экзамены студенты сдают раз на 3-4 дни. У них достаточно трех корпусов для проведения экзаменационной сессии. И это реальная экономия. В аудитории студенты Львовского политехнического вернутся 10 марта. Кстати, экономия таким образом уже не впервые. На зиму ВОЗ закрывают уже третий год подряд. Галина Якушко, Юрий Голубенко, Даниил Косаковский. Подробности телеканал Интерлевов. Перекрытая в Одесской области трасса, митинги у Кабмина в столице и возле Николаевской обладминистрации. Пенсионеры-силовики сегодня провели масштабные акции протеста. Они требуют справедливого пересчета пенсии. В противном случае обещают блокировать дороги по всей стране. Все подробности в материале. Кабмин. Десятки действующих сотрудников МВД по периметру, сотни бывших внутри. Это пенсионеры-силовики. В очередной раз пришли к зданию правительства за справедливостью. Здесь собрались пенсионеры силовых структур 14 ведомств всей Украины. Те, которые находились в погонах. 29 декабря 2015 года было принято постановление Кабминета Министров в 988. И которое дало правые основания для перерасчета пенсии пенсионеров МВД милиции. Мы уже боремся с 1 января 2018 года уже будет 2 года. Мы не можем допустить, чтобы полицейский получил 10 тысяч гривен, а простой рядовый пенсионер, ветеран Министерства внутренних справ выживал на полторы тысячи пенсии. Мы не должны в такой способ объединять страну. Пенсионеры МВД требуют, чтобы им платили новые пенсии уже с 1 января следующего года. В противном случае обещают перекрывать дороги по всей стране. А это уже Одесская область. Пенсионеры МВД и другие бывшие силовики собрались под татарбунарами. В течение часа блокировали движение на трассе Одесса-Рени. На акцию пришел и Николай Чекир. Экс-милиционеру ампутировали ногу после ранения, которое он получил во время задержания опасного преступника. Во-первых, хотя бы повысили пенсию до состояния 2013 года, какая она была. Ветераны МВД говорят, все справки по перерасчету отправили в пенсионный фонд еще весной. С тех пор тишина. 70% пенсионеров МВД получают 1300-1600 гривен. Как сейчас можно прожить? Если тонна угля у нас сейчас 6-800. Теперь пенсионеры-силовики надеются, что их требования будут учтены при формировании госбюджета на следующий год. В противном случае обещают более масштабные протесты. Будем перекрывать дорогу в каждом районе. Трасса будет перекрыта аж до Одессы. Поддержали акцию пенсионеры МВД и в Николаеве. Хотим увидеть нормальное отношение к тем ветеранам, к тем участникам боевых действий, к тем военнослужащим, которые действительно положили на алтарь Отечества свое здоровье. Ответа от николаевской власти митингующие не дождались. Но собрали подписи под обращением, которые направят и в парламент, и в Кабмен. Руслан Смещук, Вадим Сверидонов, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, Сергей Игнатенко и Игорь Попов. Подробности телеканал Интер. Цены на продукты питания в Украине продолжают бить рекорды. По данным Госстата, только за последние две недели ноября самые необходимые товары подорожали на 3%. Эксперты называют несколько причин. Во-первых, правительство не контролирует цены на так называемые социальные товары. Это означает, что продавцы могут рисовать на ценниках все, что им заблагорассудится. Например, масло подорожало на 3%. Цены на мясо и сало в столице выросли почти на 2%. В то же время в Закарпатье свинина стала дороже на 7%. Та же история с молочными продуктами и овощами. Вторая причина подорожания – это рост цен на сырье и энергоресурсы. Осложняется ситуация и обесцениванием национальной валюты. Конечно, спасти положение могли бы импортеры, но их продукция может быть конкурентной только при условии стабильной гривни. Так что ждать улучшения ситуации не приходится. Специалисты уверены, что в следующем году стоимость продуктовой корзины станет еще выше. Александра Клименко подозревают в государственной измене. Против экс-министра доходов и сборов открыли уголовное производство. В СБУ нашли новые доказательства его преступлений. По данным ведомства, беглый чиновник сознательно вредил экономической и информационной безопасности Украины. И также посягал на суверенитет и территориальную целостность нашей страны. За такое светит до 15 лет за решеткой. Напомню, Клименко также подозревают в выведении 12 миллиардов долларов из госбюджета на офшорные счета. НАБУ отказывается принимать дела от генпрокуратуры. Об этом сегодня заявил Юрий Луценко. По новому уголовному кодексу, до момента создания госбюро расследований, часть уголовных производств передают антикоррупционному бюро. Но там, по словам Юрий Луценко, из-за постоянных споров, кто по закону должен их расследовать, заявляют, что не станут заниматься этими делами. Сначала считалось, что последовательностью НАБУ будут справы, где есть и сумма взбитков от высокого уровня. Ну, на самом деле, и не высокого уровня. И квалификующая ознака службовца категории А. Позже НАБУ приняло решение, что або-або принцип не работает. Будет работать и-и. Позже, и даже в случаях, когда есть и-и, они также обновляются. Заявление Луценко уже назвали продолжением конфликта между НАБУ и ГПУ. Напомню, в Генпрокуратуре открыли уголовное дело против Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия. Якобы, директор бюро во время общения с прессой раскрыл детали нескольких резонансных дел. Сам Сытник с обвинениями этими категорически не согласен. Так, действительно, у меня были встречи с дурналистами в формате «Оффрекордс» не одноразово. Не готовы сейчас сказать, сколько. И это, опять же, практика, которая используется другими руководителями правоохранительных и других государственных органов. Но еще я хочу сказать, что в любом формате, в любом формате с утверждением журналистами, мною особо, никаких порушений в законе допущено не было. Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий госпитализирован. У него резко повысилось давление и уровень сахара в крови. По словам самого Холодницкого, врачи диагностировали у него хроническое переутомление и тахикардию. Но ему уже лучше, и на следующей неделе глава САП обещает вернуться на работу. Нацагентство по предотвращению коррупции вызвало скандального следователя Дмитрия Бутта. Завтра замначальник главного следственного управления нацполиции должен рассказать о своем подарке – собаке за 160 тысяч гривен. Напомню, при годовой зарплате в 200 тысяч гривен, работая лишь на государственных должностях, он сумел сколотить приличное состояние. За последние три года приобрел две квартиры, три паркоместа в модном столичном жилкомплексе. Семья Бутта владеет шикарным домом в 360 квадратах в поселке Горениче и гостиничным комплексом на Бердянской косе. Неоднократно в наших материалах мы рассказывали о миллионах обычного полицейского, и вот теперь ответы на все вопросы должны дать антикоррупционеры. Теперь уже официально главой Государственного бюро расследований стал Роман Труба. Президент подписал соответствующий указ. Во время встречи с руководителем нового правоохранительного органа Петр Порошенко заявил, что главная задача – это полная независимость этого бюро. Отныне расследование преступлений, совершенных чиновниками высшего ранга, будет заниматься именно ГБР, а не ГПУ. Я щиро желаю, чтобы эта реформа, которую я инициировал, действительно, была ключевой показатель доверия людей. Что те, кто сказал за злочину, есть покороны. Что никаких там политических, экономических или других причин порушивать справа или закрывать справа у нас нет и не будет. Кандидатский рейтинг «Центр СОЦИС», Киевский международный институт социологии, группа «Рейтинг» и «Центр» Разумкова провели совместное исследование популярности кандидатов на президентский пост. Согласно этим данным, шансы на успех имеют четыре кандидата. Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук и Юрий Бойко лидируют действующие глава государства. За Порошенко готовы проголосовать почти 10% избирателей. Что же касается выборов в парламент, то если бы они состоялись на этой неделе, то Верховную Раду однозначно прошли бы три политические силы. Батькивщина, БВП «Солидарность» и оппозиционный блок. Социологи опросили около 20 тысяч респондентов. Погрешность не превышает 0,7%. Выделение дотации угольной промышленности на сумму 2,5 миллиарда гривен будут требовать депутаты оппозиционного блока. Отрасль эта катастрофически нуждается в техническом обновлении. Стабильно работающие шахты – это одна из важнейших составляющих энергетической независимости страны. Поэтому проблему нужно решать в срочном порядке, отмечают оппозиционеры. На Шахте-Горской в кабинете директора изучают карту угольных разработок предприятия. Вот еще одну нарезать – это экономия, а также этот надо держать. Держать штрейк, конечно. Да, надо держать, чтобы потом его крепить аркой. Экс-директору предприятия Юрию Йоффе, а ныне нардепу от топ-поблока вместе с лидером полицилы Юрием Бойко, шахтеры жалуются, что до сих пор работают еще дедовскими методами. В течение полтора года примерно занимается проведением горных выработок при помощи отбойных молотков и вагонной откатки горной массы. Шахтер говорит, что нужны угольные комбайны, но для их покупки нет денег. Хотелось бы обратиться от имени всего коллектива к Верховной Раде, к президенту. Помогите нашей шахте запустить проходку, стать рентабельной и быть полезной для страны. Я думаю, мы в долгу не останемся. Депутаты опоблока взяли своеобразное шефство над проблемной шахтой. Добились выделения кредитов в 270 миллионов гривен под гарантией правительства для переоснащения главного предприятия района. Мы постоянно приезжаем сюда, потому что шахта уникальна, 7 километров до линии разграничения. Кормят весь поселок, кормят столько людей. Если не дай бог что-то с шахтой, то поселок просто погибнет. Поэтому мы будем бороться, заставлять правительство выделять на вашу шахту деньги. Эту тему мы сдвинем. Шахта будет жить. Уголь мы дадим. Нужна только поддержка. В ближайшие месяцы шахте необходимо подготовить новую лаву. Это пласт угля, который даст работу десяткам поселков в округе. Как раз к моменту окончания выемки запасов на старой лаве будет смонтирована новая лава. В этом поселке Горское сейчас живет около 30 тысяч людей. При том, что до военных действий здесь было 15 тысяч. Люди переехали с 1-го майской, с той стороны сюда и ждут окончания боевых действий, чтобы вернуться домой. Поэтому очень важно, чтобы в этом городе, в этом поселке было работающее предприятие. По словам Юрия Бойко, в этом году добыча черного золота в стране упала на 11%. Господдержка шахт сократилась. В то же время импортного топлива стали завозить больше. Это приводит в упадок угольную отрасль, говорят оппозиционеры. Государственной политики в отношении угольной отрасли нет. Есть закупка в Америке, в Польше, в России. И отсутствует поддержка отечественной угольной отрасли, отечественных рабочих мест, поддержка наших шахтеров. Мы будем требовать, но мы подали, чтобы было минимум 2,5 миллиарда поддержки угольной отрасли в госбюджете. В прошлом году было выделено 1,7 миллиарда. Если ее не будет, не будет нашего варианта госбюджета, мы голосовать не будем. Совсем рядом фронтовая Попасная и Бахмутская трасса, где сейчас идут бои. Местным жителям и переселенцам остается надеяться, что государство о них не забудет. Андрей Кровец, Евгений Пахальчук, телеканал Интер, Луганская область. В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных на луганском направлении. Из гранатометов били на подступах к Катериновке, а возле Крымского использовали крупнокалиберные пулеметы. Потерь среди наших армейцев нет за минувшие сутки. Массовые аресты и вооруженные люди возле админзданий в оккупированном Луганске. Там продолжаются разборки между главарями так называемой ЛНР. Все началось после увольнения так называемого главы МВД самопровозглашенной республики. Игорь Корнета. Все подробности в материале. В оккупированном Луганске массовые аресты. Задерживают работников прокуратуры так называемой ЛНР. Под стражей оказались 20 человек. По данным российских СМИ, их свозят в здание Народного совета фейковой республики. Его захватили силы местного министерства внутренних дел. Также они штурмовали здание Генеральной прокуратуры ЛНР. А центр оккупированного Луганска заблокировали неизвестные вооруженные люди в камуфляже. Автоматчики никого не подпускают к админзданиям. В городе отключали мобильную связь и телевещание. Причина – конфликт между главарем ЛНР Игорем Плотницким и министром внутренних дел самопровозглашенной республики Игорем Корнетом. Плотницкий уволил его. Однако Корнет уходить в отставку не намерен. В город завезли много военной техники. Глава украинского МИДа Павел Климкин провел переговоры с партнерами из ОБСЕ и ЕС. Он утверждает, этот конфликт доказывает, что именно Россия влияет на боевиков. Это же не только внутренние разборки там, в середине, между этими бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами. Это, до речи, очень четко доводит, что сама Россия там всем рулит. И это еще один аргумент для международного спецслужбовства. Но, конечно, мы выражаем, что может быть и провокация, и святые обстрелы, и, конечно, загроза громадянскому населению. Из-за обострения конфликта первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ приехал в оккупированный Луганск. Наблюдатели подтвердили, что вооруженные люди продолжают блокировать часть города. Кто они у миссии ОБСЕ, данных пока нет. Взрыв в Ужгороде. В многоэтажке сдетонировало неизвестное устройство. Один из жильцов этого дома, депутат горсовета Михаил Чурила, в момент взрыва дома его не было. Пока работали взрывотехники, жильцов эвакуировали. Никто не пострадал. Остатки взрывчатого вещества отправили на экспертизу. Четыре года назад подожгли новый БМВ Михаила Чурила. Тогда от его машины не осталось ничего. Сейчас же следователи выясняют, насколько связаны между собой эти два случая. Дыры смерти. На улицах городов таинственно исчезают канализационные люки. И на их месте появляются опасные ямы. В Кропивницком за одну ночь пропали несколько десятков крышек. А в Черкассах уже есть первые жертвы. Сколько их нужно, чтобы на проблему обратили внимание, выясняли мои коллеги. Только за одну ночь в Кропивницком, микрорайонах Балашовка и Новониколаевка, исчезли три десятка люков. Мы видим, что, не дай Бог, припадение, дитина, а и взрослая людина может травмироваться очень серьезно. Не лучше ситуации в центре города. На нескольких квадратных метрах сразу четыре открытых колодца. Люки украли еще на прошлой неделе, но ни одно из коммунальных предприятий ничего не предпринимает. Пока ищут владельцев колодцев, глубокие ямы закрывают подручными средствами. В специнспекции города насчитали уже с полсотни украденных люков. И каждый день их число только растет. Это видео спасения шестилетнего мальчика, который в минувшую пятницу упал в открытый канализационный колодец в Черкасах. Бабушка с внуком возвращались домой из детсада. На неосвещенном тротуаре ребенок побежал вперед и исчез из поля зрения. Нашли мальчика на дне открытого колодца. Спасти его не удалось. Место трагедии несколько дней спустя. Колодец уже с бетонным люком. По факту смерти ребенка полиция открыла уголовное производство по статье «Служебная халатность». Горисполкоми говорят, вероятнее всего люк украли местные бездомные и сдали на металлолом. Но кто должен закрывать опасные ямы, коммунальщики решить до сих пор не могут. Александра показывает смертельную ловушку в своем дворе. Еще с весны она просит всевозможные службы накрыть ее, но тщетно. Водоканал адресует в ЖЭК, а ЖЭК адресует на водоканал. Они не могут разобраться, кто ответственный за этот люк. После трагедии с ребенком жители Черкасс на сайте горосполкома начали сбор подписей. Под петицией о замене металлических люков на композитные. Пластик похитителей металла не интересует. Станислав Кухарчук, Елена Брынза, Павел Тимошенко, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Параллельная спецоперация Украины и Германии одновременно задерживают похитителей элитных авто. Мошенники придумали схему. Они угоняют машины в странах Евросоюза, а потом легализируют их в Украине. Полиция уже провела два десятка обысков и в Украине, и в Германии. Присоединение Украины в шенгенской зоне пока не выглядит реалистичным. Своими опасениями с изданием «Европейская правда» поделился глава представительства ЕС в Украине Хьюк Менгарелли. Он уточнил, что из-за миграционного кризиса и терроризма в Евросоюзе поговаривают о восстановлении контроля на границах внутри самого Шенгена. Поэтому дипломат сомневается в успешном рассмотрении новых заявок на членство. И еще, по словам Менгарелли, Евросоюз поддержит рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании. Если комиссия не одобрит седьмую языковую статью закона, Украина должна будет исправить ее. В основном же, считает дипломат, образовательный закон был шагом Киева в правильном направлении. За поддержкой Великобритании в достижении мира на Донбассе отправился сопредседатель оппозиционного блока. Народный депутат провел в Лондоне ряд встреч с коллегами из британского парламента. О чем они говорили, расскажет Светлана Чернецкая. В британском парламенте сейчас горячая пора. Вчера до ночи обсуждали выход из Евросоюза. Сегодня дискуссия по поводу бюджета на следующий год. Но для гостей из Киева депутаты время нашли. Интерес к украинским событиям здесь все еще довольно высокий. Очень важно слушать разные мнения. Я в постоянном контакте с членами правительства и депутатами из провластной партии. Но также и с членами оппозиции. Для того, чтобы владеть полной картиной происходящего, нужно знать мнение всех сторон. Бывший министр культуры СМИ и спорта Джон Витингдейл через неделю собирается на восток Украины. Хочет своими глазами увидеть происходящее, чтобы понимать, чем еще может помочь Великобритания. Это главный вопрос, который депутаты задают украинскому коллеге. Как скорее достичь мира на Донбассе? Решить вопрос конфликта на востоке Украины дипломатическим путем можно максимум за полгода. У нас есть четкий план, мы понимаем, каким образом это сделать. К сожалению, нас не всегда слышат. Введение миротворца в нашу страну, это наше предложение, которое мы сделали в 2015 году. К сожалению, тогда оно было отвергнуто. А это бы спасло десятки тысяч жизней. И страна бы не находилась в таком разрушенном состоянии. Мы настроены не снимать Украину с политической повестки дня Великобритании. Продолжать рассказывать, что у вас происходит, и продолжать давление на Россию для того, чтобы увести миротворцев, но нормальных миротворцев, а не российских солдат, и прекратить насилие на востоке. В британском парламенте группа по связям с Украиной встречается еженедельно. К примеру, в понедельник обсуждали судьбы украинцев, ставших заложниками Москвы. Также депутатов интересует прогресс Киева в плане реформ и борьбы с коррупцией. Они отмечают успехи в этих вопросах, но подчеркивают, что еще немало предстоит сделать. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. Польша решила закатать в асфальт отношения с Украиной. Обломки памятника партизанам УПА из села Грушевича использовали для ремонта дорог. Распоряжение дал староста громада Стубна Януш Слобицкий, чтобы фрагменты не стали реликвией для украинцев, а служили польскому обществу. Памятник воинам УПА поставили на местном кладбище в 1994 году. Несколько раз его оскверняли вандалы, а весной этого года местные власти и вовсе снесли монумент. Якобы он был установлен незаконно. Теперь у его восстановления, чего требовала Украина, по словам Слобицкого, можно забыть. Напомню, в последнее время отношения между Варшавой и Киевом ухудшились. Стороны не могут найти общий язык в вопросах исторического прошлого. Украинский бизнес тоже негодует из-за непростых отношений с Польшей. На заседании правительства глава Федерации работодателей Дмитрий Алийнов попросил премьера помочь с договорами на автомобильные украинско-польские перевозки. В этой сфере сейчас возникли проблемы и бизнес, по сути, не может экспортировать свою продукцию. Премьер поручил Министерству инфраструктуры разобраться в ситуации и отчитаться до конца недели. Дедлайн близко. Украина рискует потерять 600 миллионов евро макрофинансовой помощи, если в ближайшие несколько дней не выполнит ряд требований Еврокомиссии. В представительстве ЕС в Украине озвучили список оставшихся задач. Это запуск автоматической проверки электронных деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и снятие запрета на экспорт леса Кругляка. Лес, кстати, продолжают рубить нелегально. В Черновицкой области задержали доверху наполненной ценной древесиной грузовик. Накладная у водителя была выписана на дрова, хотя на самом деле это был высококачественный бук, каждый ствол более 4 метров. Водитель сообщил, что перевезти древесину, его попросил лесник. Позднее тот подтвердил эту информацию. А в Харькове задержали наркоторговцев с килограммом кокаина. Партию оценили в 85 тысяч долларов. Сотрудники СБУ взяли участников сделки на стоянке возле одного из ресторанов. Покупатель закрылся в машине, он пытался сбежать, как и продавец, который был вооружен. Оба сейчас задержаны. В СБУ говорят, что кокаин высокой очистки. Привозили его из Европы и продавали в Украине крупными партиями. Нападение на судью. Буквально несколько часов назад Ларису Гольник избили возле вечного огня в Полтаве. Об этом сообщил нардеп Сергей Каплин. Напомню, пострадавшая судится с мэром Полтавы Александром Мамаем. По словам нардепа, по его версии, двое молодых людей напали на судью с дубинками. Он связывает это нападение с угрозами, звучавшими от Мамая и его сообщников. Я шла из работы, я как-то вообще не сподівалась, настолько уверена, что нам ничего не загрожує. Хотя много людей сказали, вам не погрожили. Вам не погрожили. Но реально, если бы меня человек не встречал из работы, то, наверное, меня бы убили. Они были одержаны, как обычно, в темном, с капюшонами, облечи прикрыты были. Мы вместе начали борьбу против коррупционного злочину экс-регионала Александра Мамая, который ныне является городом города Полтавы. Именно она, первая судья за всю историю независимости страны, заявила в Генеральную прокуратуру о том, что ей городский глава пытался давать хабар. Я уже подготовил и негайно направляю заявления до силовиков, Генерального прокурора, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Министра внутренних справ, с вымогою пределить максимальную увагу в расследовании этой справы. Рождество под охраной. В Германии усиливают меры безопасности в преддверии открытия рождественских рынков. Более того, немецкой полиции уже удалось предотвратить масштабный теракт. Все подробности знает Татьяна Лагунова. Ёлка, торговые палатки и бетонные блоки на подъездах ко всем крупным рождественским ярмаркам Германии устанавливают барьеры. Цель таких заграждений – остановить людей, которые попытаются заехать на территорию рынка на автомобиле. Это будет исключено. На ярмарках в этом году будет и больше полиции, как в форме, так и в штатском. Если посетитель покажется подозрительным, его попросят предъявить документы и показать содержимое сумки или рюкзака. Рождественские ярмарки Германии в последнее время в зоне повышенного риска и в прошлом году опасения силовиков подтвердились. Выходец из Туниса Ани Самри на грузовике совершил наезд на посетителей ярмарки в центре Берлина. Погибли 12 человек, более 50 получили травмы. Устроить теракт на рождественском рынке планировали и в этом году. Накануне немецкая полиция задержала шестерых выходцев из Сирии. По данным силовиков, они планировали атаку на ярмарку в городе Эссен с применением оружия и взрывчатки. Все задержанные были сторонниками террористической группировки ИГИЛ. В Германию прибыли как беженцы и подали прошение о предоставлении убежища. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. И снова хакерская атака. Киберпреступники похитили данные о 57 миллионах клиентов и водителях сервиса такси Uber. В том числе и в Украине. О последствиях этого скандала подробнее Дмитрий Анопченко. Казалось бы, уж теперь-то все так просто. Нужно ехать, нажал кнопку в мобильном приложении и тебя подхватил ближайший водитель. Никаких больше диспетчеров с их вечным поиском свободного такси. Никакого больше ожидания. В Соединенных Штатах стандартное время подачи машины 3-4 минуты. Вот и вышло, что маленький стартап теперь 65 миллиардов долларов стоит. И работает в 85 странах мира. В том числе не только здесь, в Америке, но и в Украине. Пассажиры по всему миру, регистрируясь в приложении, передали компании и анкетные данные. И телефон, и номер кредитки. И вот теперь грандиозный скандал. Выяснилось, что эта информация не особо-то и защищена была. Хакеры похитили данные 57 миллионов клиентов. В том числе и номера водительских прав. 7 миллионов работающих в этом сервисе шоферов. И конфиденциальную информацию. Историю наших с вами поездок. Что еще хуже? Кражу компания скрыла, опасаясь убытков. И заплатила похитителям выкуп 100 тысяч долларов. Чтоб стерли данные и молчали. И только сейчас, когда эту историю раскопала пресса, последовали извинения и оргвыводы. Увольнения. Хотя почему-то всего лишь двух сотрудников. Но понятно, этим история не закончится. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк распорядился начать расследование. А пока оно длится, те, кто пользуются сервисом Uber, недоумевают, волнуются. А как оно на них отразится? Оказалось, ситуация сложная. На подпольном сайте Альфа-Бэй, где компьютерные взломщики предлагают свою добычу, уже сейчас продаются пароли к счетам реальных пользователей. Загружай в приложение и едь за чужой счет. И большой вопрос, где еще всплывут данные кредитных карт? Или кого теперь скомпрометируют в прессе, получив от хакеров историю личных поездок? В итоге скандал с Uber показал уязвимость всей системы для угроз, о которых раньше и не задумывались. Это и сохранность личных данных, и слежка за клиентами мобильных приложений с помощью их же смартфонов, признаки которой обнаружила пресса. И расследование американских силовиков, похоже, способно выявить и другие детали, которые многие хотели бы скрыть. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Не Моника единой. Четыре женщины готовы предъявить 42-му президенту США Биллу Клинтону обвинение в сексуальных домогательствах. Юристы Клинтона подтвердили это британскому изданию Daily Mail. Предположительные эпизоды с неподобающим поведением произошли после окончания президентского срока. Клинтон летал на частном самолете вместе с миллиардером Роном Берклом в компании молоденьких ассистенток. Сейчас идут переговоры между адвокатами политика, которому, к слову, уже 71 год, и представителями потерпевших. Женщины хотят за молчание деньги. Отчаянный рывок на свободу. В ООН обнародовали видео побега солдата из КНДР в Южную Корею. Инцидент произошел еще 13 ноября. 24-летний военный доехал на джипе до общей зоны безопасности, а когда свернул с асфальтированной дороги, машина застряла. Тогда солдат бросился бежать под пулями бывших сослуживцев. С шестью огнестрельными ранениями он упал на землю уже на территории Южной Кореи. Военному подобрали пограничники и отправили его в больницу. Зачем Ченнинг Тейтум надел женское платье? В какой ресторан пойти, если надеть вообще нечего? И сколько стоят рыбки, нарисованные Бинстоном Черчиллем? Обо всем этом в нашем обзоре. Ченнинг Тейтум вместе с Пинг взорвали интернет. Голливудский актер снялся в новом клипе, исполнительница на песню Beautiful Trauma. По сценарию они играют в супружескую пару, в которой Пинг старается быть идеальной женой. Но у нее это не совсем получается. Потом супруги меняются местами. Пинг одевает мужской наряд, а Тейтум женское платье. Клип вызвал повышенный интерес у пользователей. За сутки видео собрало более трех миллионов просмотров. Если нечего надеть в ресторан, отправляйтесь в новый французский Онатюрель. Там принимают без одежды. Необычное заведение открылось в Париже. Посетители отставляют одежду и не только верхнюю при входе в помещение. Оно рассчитано на 40 мест. На стульях сменные накидки. Все остальное, как в обычных ресторанах. Ужин стоит около 50 евро. Есть блюдо для вегетарианцев, а что-нибудь для храбрости можно выбрать из изысканной винной карты. Искусство против нацизма. В Германии установили уменьшенную копию мемориала Холокостов возле дома крайне правого политика. Бёрн Хёке из партии «Альтернатива для Германии» ранее критиковал сам мемориал и называл его позором. Берлинская арт-группа решила проучить политика и собрала почти 30 тысяч евро на установку копии возле его дома. Блоки обещают убрать, если Хёке станет на колени перед мемориалом и попросит прощения за свои слова. Талантливый человек талантлив во всем. Последняя картина Уинстона Черчилля ушла с молотка почти за 474 тысячи долларов. На ней изображен пруд с золотыми рыбками около поместья британского премьера в Чартвуэле. Туда он любил приезжать с внуками по выходным. Полотно Черчилль подарил своему охраннику. Именно он воодушевил тогда уже пожилого политика на написание картины. До аукциона произведения не видел никто. В Канаде прославился олень с гамаком на рогах. Несколько месяцев назад в городе Принц-Руперт животное попало в западню во дворе местных жителей. Тогда оленя спасла полиция, но снять гамак полностью не удалось. С тех пор бедняга ходит с остатками сиреневой ткани на рогах. В Фейсбуке уже даже создали специальную группу. Там полторы тысячи участников. Пользователи обмениваются новыми фото и видео оленя. Рогатого назвали геями, сокращенно от гамак. И буквально только что у нас поступила информация штаба АТО. Силы ВСУ приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на оккупированной части Луганской области. Об этом сообщают в штадии АТО. И также сообщают, что мобилизированы даже резервные силы. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин